Русские субтитры Русский мир – образ будущего. Седьмой международный русский кинофестиваль наградил победителей. Дети Евразии – послы мира. В Москве подвели итоги масштабного проекта. А теперь подробнее об этих и других новостях. На международном кинофестивале в Токио показали ленту Алексея Германа-младшего под названием «Воздух». Это фильм о Великой Отечественной войне и героической обороне Ленинграда, который стал настоящим откровением для зарубежной аудитории. В России картина выйдет в широкий прокат 18 января. Как оценили фильм японские зрители, расскажет наш специальный корреспондент Диана Танако. С 23 октября по 1 ноября в столице Японии, Токио, прошел 36-й международный кинофестиваль, на котором были представлены лучшие работы кинематографистов всех стран мира. Примечательно то, что в числе достойнейших кинолент, претендующих на главный приз, токийские зрители увидели российский фильм «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего. В рамках международного кинофестиваля в Токио состоялась мировая премьера этой картины. Фильм «Воздух» рассказывает о суровых будьях советских летчиц в годы Великой Отечественной войны. Можно любить тех, кто умер? Всех, кто умер? Можно. Хорошо бы. К слову сказать, кадры воздушных боев в фильме показаны очень юристично. Картина вызывает ощущение полного погружения во времена Второй мировой войны. Я вот все время думаю про нас. Вообще кто-то вспомнит потом, что мы воевали. Аня, 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 Аня! Мама только твоя не сказала, как зовут тебя. Как ты хочешь, чтобы тебя звали? Может быть, ты летчиком стоишь? Во время трех премьерных показов фильма «Воздух» после демонстрации киноленты зрители ждала встреча с творческой группой. Живое общение с режиссером картины Алексеем Германом-младшим и художником фильма Еленой Акопной, которым желающие могли задать любые вопросы и получить на них ответ. Также зрители воочию смогли увидеть исполнительниц главных ролей, актрис Анастасию Талызину, Аглаю Тарасову и Елену Лядову. Зал очень тепло и эмоционально принимал и сам фильм, и его создатели. С уверенностью можно сказать, что российский фильм японцам понравился. Я очень люблю. Я сейчас посмотрела, что это было интересно. Я очень рада. Я очень рада. Зрители охотно брали автографы и фотографировались с актрисами, художником и режиссером. Я очень люблю фильмы. Ага, что это? Я очень люблю фильмы. Герман? Ага, что это? Вы сегодня смотрели на большом экране во время премьеры. Как ваши впечатления? Ну, хорошее впечатление. На таком большом экране ни я, ни Лена мы никогда действительно фильм не видели. Но мне кажется, что он хорошо прошел. Смотрите, сколько осталось на вопрос и ответ фактически весь зал. Японцы плакали. Там же, где русские, плакали. При этом все очень эмоционально воспринимали. И как даже неожиданно хорошо прошел показ. На самом деле, в какие-то моменты нам действительно казалось, что мы находимся в прошлом. Нам было действительно холодно, действительно страшно, действительно плохо. И мы еще друг друга поддерживали с девочками. Всегда приятно работать с талантливыми людьми, талантными партнерами, с хорошим режиссером, прекрасной художницей нашей, его супругой Еленой Акопной. Оператор, женщина была, между прочим, у нас на картине. Ну, какую-то часть снимала женщина-оператор. И, в общем, не женская история с женщинами. Накануне на ВДНХ в рамках международной выставки форума «Россия» прошел слет молодежных водных сообществ. Какие из регионов самые активные в водных вопросах? И почему молодые люди стремятся исследовать объекты своей малой родины? Расскажем в следующем материале. В павильоне с говорящим названием «Природа Град» обсудили роль молодежи в формировании новой экологической культуры в регионах, предоставив слово активным школьникам и студентам. Им есть о чем рассказать. В своих городах и селах они придумывают праздники водных объектов, организуют общественный мониторинг рек и озер и становятся настоящими наставниками для тех, кто младше. Непосредственно я являюсь лидером молодежного водного сообщества Санкт-Петербурга. Как раз это участник, к которому мы приехали вместе с Москвой. Мы будем выступать в направлениях наставничества и эко-мониторинг наших территорий. В молодежное водное сообщество я вступил в начале октября. Девочки приехали, скажем так, прорекламировать молодежное сообщество в лагерь «Зеркальный». И почти все ребята вступили в него, потому что это интересно. Это способ продвинуться в своих знаниях. У нас очень много идей в наших планах сделать такой же эко-мониторинг, как мы делали по Сергиевке, только по реке Каменке. Также очень перспективная идея – это организовать экскурсии по водным объектам. Сегодня в России существуют 10 молодежных водных сообществ. Они появились как продолжение водного конкурса. Научная база, заложенная при подготовке исследовательских проектов, пригождается участникам конкурса и сейчас в новой деятельности. Участвовала в прошлом году в водном конкурсе, стала финалистом, получила диплом финалиста и поддержку. Сейчас я поступила в МФЮ на дизайн среды, и это все-таки будет связано с экологией, потому что там будет ландшафтный дизайн, и я буду продолжать эту деятельность. Всего в мероприятии приняли участие ребята из семи регионов очно и более 20 онлайн. Они задавали вопросы об организации эколого-просветительской работы на местах, в том числе о водном конкурсе. Диалог с активистами вел глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов и руководитель российского открытого международного водного конкурса Наталья Давыдова. Мы поддерживаем это движение уже с 2004 года. Реализовано ими по стране больше 27 тысяч проектов различных. В области сохранения, изучения, мониторинга водных объектов, их восстановления, снижения загрязнений совершенно разные. Причем проекты настолько разнообразны от деятельности атомных станций до, например, просто мониторинга состояния воды. А за всеми этими так называемыми 27 тысячами проектов стоят коллективы людей и молодые люди, их наставники, педагоги. Первый вопрос, который мы хотим обсудить – как все-таки члены молодежных водных сообществ могут помочь своим юным начинающим коллегам в деле охраны окружающей среды и защиты водных ресурсов. Это первый вопрос будет. Второй вопрос – вопрос экопросвещения. Если молодой человек понимает всю сложность, необходимость и такую многозадачность проблем охраны водной среды, он понимает, для чего он это делает, тогда формируется уже его отношение к тому, а что я могу сделать для того, чтобы улучшить ситуацию. Руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов подчеркнул, что знания формируют культуру и повышают качество жизни. И важно, чтобы они были своевременными, а наставники и профессионалы всячески содействовали природоохранным инициативам молодежи. Молодежное водное сообщество, оно в целом стало базироваться в нашем городе именно на базе нашего эколого-биологического центра. И так как я в нем варюсь уже так достаточно долго, с 2017 года, активно принимаю участие во всех этих проектах, поэтому меня сразу же позвали как активного представителя, и сейчас мы продолжаем развивать именно это самое молодежное сообщество. В слете приняли участие не только школьники и студенты, но и молодые ученые и специалисты из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Владимирской, Иркутской и Омской областей. По видеосвязи к мероприятию присоединились представители еще шести регионов. Напомним, за годы проведения российского открытого молодежного водного конкурса его участниками стали более 37 тысяч школьников и студентов из 85 регионов России и 8 стран-участниц, выполнивших свыше 27 тысяч водных проектов. Евгения Фахурдинова, Равид Гор, специально для программы «Время русского мира». В Центральном доме кинематографистов подвели итоги седьмого международного русского кинофестиваля. В Воркомитет поступило свыше 200 авторских работ, посвященных осмыслению важных для современного общества вопросов и тем. С главным победителем фестиваля на церемонии награждения лауреатов пообщалась моя коллега Альбика Ильясова. В шорт-лист седьмого международного русского кинофестиваля вошли 77 документальных, 67 короткометражных, 16 анимационных и 14 полнометражных фильмов, а также 23 студенческие киноленты. На протяжении многих лет организатором этого фестиваля выступает Фонд стратегического развития по инициативе независимых кинематографистов, кинодокументалистов и педагогов кинематографических вузов России. Начали приходить работы, которые такие же неформатные и некоммерческие, но которые смотреть интересно, которые искренние, которые будут в нас то лучшее, что заложили в нас наши родители, вообще наши поколения предыдущие. Как сейчас говорят, русский культурный код, он пробуждается, когда мы об этом говорим и вспоминаем. К участию в международном русском кинофестивале ежегодно принимаются игровые и неигровые фильмы, независимо от места и времени их создания. Основным критерием участия картины является соответствие ее замысла и содержание целям кинофестиваля, отражающим русское мировоззрение и способствующим укреплению и процветанию русского мира. Надо сказать, что уровень документального кино существенно повысился. Но также замечательно и игровое кино, и комедийное кино, прекрасные фильмы о родине, о природе, об истории родного края. Так что дай бог просветания в международном русском кинофестивале. Он также сохраняет свой статус международный, ибо в этом году лауреатом фильма стал фильм о замечательном священнике, русском архимандрите с французской фамилией, об отце Василии Паскея. Фильмы кинофестиваля раскрывают традиции русского мира, особенности русской души и русского характера. А ленты, созданные на иностранном языке, обязательно сопровождаются субтитрами на русском. В этом году гран-при Международного русского кинофестиваля получил фильм «Батюшка-француз в Чебоксарах». Он был создан два года назад режиссером Олегом Кукушкиным, автор сценария Полина Снурникова. Главный герой, наместник Свято-Троицкого монастыря в Чебоксарах – архимандрит Василий Паскьен. Его судьба часто привлекает журналистов и документалистов не только нашей страны. На этот раз фильм снимали для французского зрителя на родном для отца Василия языке. 30 лет, как я нахожусь в России, служу в России, и я возглавляю мужской монастырь в городе Чебоксарах. 30 лет назад приехал, еще не знающий язык, с трудом его изучал, но и до сих пор я бы сказал, что у меня еще язык не освоили. В этом году один офицер, который Союз офицеров, меня наградил медаль «Защитник русский мир». Это была неожиданная такая награда, и на самом деле я очень горжусь, что меня читают как «Защитник русский мир». Отец Василий родился и вырос во Франции, был монахом в греко-католической церкви. Но в 1994 году перешел в православие. 29 лет назад приехал в Чувашию, чтобы остаться здесь навсегда. Себя он давно считает русским человеком, поскольку для него православный и русский – синонимы. Когда приехал, я почувствовал, что Россия – это копчег гной новый, где будет собирать именно ценности людей, которые хотят жить нормально и правильно. И этот копчег будет переплавать уже до нового мира, который строится сейчас с людьми с добрым намерением. Лауреатом в нескольких номинациях стала и главный редактор телерадиокомпании «Русский мир» Любовь Курьянова. Ее документальный фильм «Спасенные любовью», посвященный участникам Великой Отечественной войны и специальной военной операции, нашел отклик в сердцах жюри и зрителей Международного русского кинофестиваля, который утверждает традиционные российские духовные ценности. Альбика Ильясова специально для программы «Время русского мира». В Москве состоялось торжественное подведение итогов проекта «Дети Евразии – послы мира». Главный из них – это более полусотни медиапроектов в области развития детской дипломатии и укрепления евразийского партнерства в информационной среде. Участников ждали как рабочие встречи, так и культурно-досуговая программа. Подробнее далее. Проект «Дети Евразии – послы мира» реализует Ассамблея народов Евразии при поддержке Фонда президентских грантов. Рабочей площадкой форума в этот раз выступил Московский государственный психолого-педагогический университет. В его работе приняли участие гости и эксперты образовательной стажировки «Экспедиция в праздник» – студенты и педагоги. «Расскажем о тех практиках, которые представлены в этом проекте, отметим проекты, которые, на наш взгляд, получились интересными. И нам очень хочется, чтобы к этому проекту как можно больше присоединился молодежи, поэтому мы здесь в ВУЗе. Для нас это очень важно, чтобы наставниками наших детей стали не только известные педагоги, актеры, режиссеры, деятели кино, но и студенты. Мне кажется, что это очень важно». Международный проект «Дети Евразии. Послы мира» способствует приобщению современных детей к межкультурному взаимодействию и обогащению, формированию патриотического воспитания и проявлению интереса к историко-культурному наследию России. Наставниками юных послов мира стали ведущие программы «Поедем, поедим» Федерико Арнальди, вологодская сказочница Екатерина Куваева, директор международного фестиваля «Волга Юнпресс» Евгений Суховей, фотограф Марина Дмитриева, видеограф Дмитрий Миронов, актер театра и кино Алексей Ясулович, председатель Лиги юных журналистов Республики Бурятия Людмила Доржиева и многие другие. «Дети Евразии – послы мира» – это буря эмоций, которые переживает каждый. И на этот фестиваль приехали дети и взрослые педагоги из разных регионов России и зарубежья и уехали с другими взглядами, с другим мировоззрением о мире, о дружбе, о счастье. Но из Бурятии приехали пять талантливых детей, которые сумели показать наши традиции, обычаи через музыку, через танцы, через спорт. Главный принцип проекта – дети детям. Такой подход помогает юному поколению доступнее понять как ценности патриотизма, так и особенности межкультурного взаимодействия. Упор в моей работе сделан именно на самое маленькое поколение, то есть на детей в возрасте от 7 и до 12-13 лет. Были написаны две сказки о дружбе «Друг познается в беде» и «Старый друг лучше новых двух», которые говорят о том, как, собственно говоря, в условиях тотальной безинформации, сегодня разрушается духа, разрушается связь. В проекте «Дети Евразии. Послы мира» было несколько этапов, первым из которых стало формирование творческой среды для общения детей и подростков. На втором этапе они учились разработке и выпуску серий творческих медиапроектов в режиме онлайн. А третьим этапом стала образовательная стажировка «Экспедиция в праздник», которая прошла в Удмуртии. Штабом стажировки выступил Центр поддержки творческих инициатив «Журавейник плюс». Анастасия Голдабина специально для программы «Время русского мира». На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам с места события. Если в вашей стране, в городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру Берегите себя, всего доброго и до свидания. Продолжение следует...